Ребят, всем привет! Сегодня я со своими друзьями съездил в город Егоревск, это питомник Born Hunter, для того, чтобы они забрали своего щенка Курсхара. На данный момент щенку полтора месяца, зовут его Райт, и так как у меня все-таки уже небольшой опыт по воспитанию и дрессировке Курсхара есть, Артем меня попросил быть таким, скажем, неким куратором, да, и помочь ему по воспитанию и дрессировке Иванова щенка. Как я и обещал, на моем канале будет целый плейлист о этом щенке, да, скажем, от Иванова маленького щенячества и до самой его охоты. Сейчас меня уже Артем ждет дома, давайте пока видео продолжим уже у него в квартире. Ну что-то. Кстати, ты помнишь, говорил, что у тебя Курсхаров здесь нет нигде? Нет, пока. Я подъехал к дому, у тебя во дворе мужчина гуляет с девочкой Курсхаров, что Курсхаров, я только вчера встретил. Да, но теперь ты, я думаю, с ним познакомишься, когда будешь гулять с собакой. Ну вот, я поднялся к ребятам уже в квартиру. Хочу, кстати, отметить большой плюс то, что Артем очень хорошо подготовился до приезда щенка в дом. Он сразу приобрел себе, по моему совету, хорошую, просторную клетку. Вот, это будет дом и место щенка, это очень важно. Ребята могут спокойно уезжать из дома, и они не будут переживать то, что их щенок что-то погрызет, погрызет мебель. Или, не дай бог, провода его еще может убить. Вот, уезжаете, клеточку закрыли. Очень важно, что в клетке Артем тоже молодец, нашел. Сейчас, в принципе, ничего сложного нету, в интернете продается все. Вот такую мисочку закрепил, и у щенка всегда есть доступ к воде. Первая неделя у Райда будет акклиматизация. Он должен привыкнуть к новому дому. Кстати, очень классно, еще раз говорю, что он зашел сам в клетку. Да, абсолютно сам. Очень хорошо. Щенка спустили просто на землю, он обнюхал собак. Я ему показал рукой в клетку, он в нее спокойно зашел. И, кстати, друзья, хочу вам сказать спасибо заводчице Татьяны, порекомендовала вот такую вещь. Это просто олени, рог натуральный. Учитывая, что щенок ни разу его не видел, он ему сразу на нюх очень показался интересным. Он начал его грызть и уснул, уткнувшись носом в него. Он спал на нем, когда я подошел. Да, когда пришли, спали на нем. Что еще было куплено? Вот такой из натуральных каких-то волокон канатик трепать. Не в перетяжке играть, а просто, чтобы он свои зубы об него чесал. Вот такого формата перевязка. С резиново-силиконовой серединой тоже массирует зубы. Вот такая кость. Кстати, она ему очень понравилась. Это вторая вещь, в которую он начал играть. Вот здесь за край он начал ее кусать. Она довольно-таки очень... Я, кстати, добавлю, что игрушки это хорошо. Если Райт начинает что-то грызть, что-то брать, что ему не надо, сразу команда «Нельзя». Если не понимает, ничего страшного, если ты дашь ему по попке, скажем так, небольшой шлепок. Показать щенку с детства, что можно, что нельзя, это обязательно. Ребята, кстати, молодцы. Они подняли ковер. Также мы обсуждали, что еще можно убрать даже для того, чтобы не провоцировать, скажем так, какие-то конфликтные ситуации. Да, ребята еще приподнимут штору. И, в принципе, у них здесь все очень даже хорошо. Первая неделя Артем будет с Райдом, ну, во-первых, друг к другу они начнут хотя бы привыкать. Артем будет с ним играться, как бы, да, стараться уже заниматься, приговаривать обязательно егоную кличку. Обязательно. Райт, когда ты с ним играешься, ты его гладишь и говоришь «Райт, Райт». Также, еще раз, когда во время, перед кормлением, часть корма берешь себе в руку. Ну, на тренировку, а часть на питание. Одну можешь ему дать, заранее, допустим, да, кусочек ему дать, чтобы он съел, чтобы он понял, что у тебя вон кишечка что-то вкусное. Ты от него отходишь буквально здесь метр-два. Вот, кстати, сейчас мы сегодня уже так с ним и ужинали. Отлично. Я ему дал немножко, чтобы он понял то, что у меня в руке что-то вкусное. Отходил, говорил «Райт ко мне», он подходил, давал поощрение и опять отходил. Вот, отлично. Вот эта неделька ты так и делаешь. Во-первых, приговариваешь, угладишь «Райт, Райт». Да, чтобы к кличке привыкал. И питание, вот это первое, там, хотя бы половина порции, там всего-то у него 40 грамм пока, да, или сколько-то. Ты и даешь ему именно вот так вот, с руки, ко мне. И еще, кстати, дублируй свисточком, который у тебя свисточек. Ну, я думаю, свисток я буду на второй неделе использовать, чтобы его сейчас совсем уже сильно не кошмарить. И с первой недели ничего страшного, говоришь ко мне и свисточек где-нибудь свистишь. Кстати, хочу отметить, что удивление у собаки, не хочу сглазить шикарная психика в том плане, что когда забрали его от заводчицы, он просто уснул на коленях моей жены и абсолютно спокойно проспал всю дорогу, его не укачивало, ничего не происходило, он никуда не ломился, не пытался ничего сожрать. Просто проспал, приехал сюда, обнюхал собак, обустроил себе тут гнездышко и спокойно отдыхает. Райт доехал лучше, чем мы с твоей женой. Да, да. Мы вечно куда-то хотели, нам куда-то хотелось, а Райт ехал и спал, да? Да, да. И, кстати, он очень хорошо, что приучен. Он не боится громких звуков. Мы сейчас довольно громко общаемся. Дима неоднократно стучал по клетке. При этом собака абсолютно спокойно спала и никак на это не реагировала. Пылесоса также не боится, очень контактная, классная собака. Да, и, кстати, вы молодцы, то, что надели на Райде сразу легенький ошейник. Да, я сразу надел ему небольшой ошейник, потому что адресник, который сделал Татьяну, он великоватый, и он у него немножко спускается, подрастет, переодену. Вот сейчас просто ему для привычки, он его чесал, пытался снять, но все успокоился. Да, это денек второй, и все, он про него забудет, он к нему привыкнет. Отлично. Что хотелось бы рассказать о приеме передачи щенка от заводчика непосредственно мне, будущему владельцу. Изначально я выбрал питомник Борнхантер, я неоднократно о нем был наслышан положительными отзывами. Также Дмитрий хорошо знаком с этими заводчиками. Общение было очень приятным. На момент рождения щенка и до его передачи практически каждый день мне заводчик Татьяна прислала фотографии, видео, как себя ведет щенок, как он играет, кушает и так далее. Это было очень приятно, поскольку было интересно знать, как твой щеночек там себя чувствует. При передаче собаке мне дали подарочный корм, вот в такой коробке, и в ней же передали щенком следующие вещи. Это обязательно ветеринарный паспорт, в котором отмечена собака, и у нее уже сделана первая прививка. Где она здесь? Да, прививка в отмечении ставится. Да, вот, собственно, первая щенячья прививка, как ее называют. Сегодня я забрал щенка, 24 число, через 2 недели делается вторая прививка, 2 недели карантина, и собаку можно уже выгуливать на улице. Помимо того, что Татьяна является заботчиком кускаров, они также делают амуницию для собак. Это различного типа, ошейники, поводки, утепленные жилетки. Если кому-то интересно, я оставлю ссылочку на личную страничку ВК Татьяны. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. В моем телеграм-канале вы также найдете проданные аксессуары, дополнительную информацию. Но на вид очень классный. Очень качественный, очень крепкий. Главное, что это все не шуршит, не гремит, не впитывает воду, и очень износостойко, если попробовать ногтем принудительно зацарапать, она не поддается, что очень хорошо в условиях охотничьих угодий. Дальше по документации. Помимо ветеринарного паспорта с первой щенячьей прививкой, собака передается по акту приема и передачи щенка, в котором указано, что осмотр собаки на момент в прикусы в норме, зубная формула в порядке и так далее, шерсть, половые органы даже и все остальное при собаке в порядке. Все это демонстрирует и объясняет сам заводчик, и акт приема и передачи подписывается в двух экземплярах. Один остается у меня, второй непосредственно у заводчика. Что очень приятно, указываются все данные паспортные, щенка, хозяина, заводчика и так далее. И, соответственно, щенячка, так называемая метрика, также передавалась мне. Я ее сразу оставил у заводчика, оформил и для того, чтобы передали на полноценные документы. Срок изготовления в районе двух месяцев. После этого, получивая документы, собаку официально можно вписывать в охотничий билет и выходить с ним в охотничьи угодья, полностью упакованный юридически, так скажем, документально и не бояться нарваться на какие-то штрафы, неприятности и так далее. Ребята, я вас поздравляю с приобретением щенка. На самом деле, щенок это не просто какая-то собачка, это уже полноценный член семьи. Надеюсь, я помогу тебе воспитать из этого щенка хорошего друга, хорошего помощника. В общем, все будет хорошо, Тём. Самое главное в этом деле – желание. Желание. Очень желание. Дай бог, дай бог. В общем, я уезжаю домой, где-то через недельку я приеду и уже, Артём, Артём, и уже через недельку я буду проверять домашний зазадик, который тебе задал. Всё. Тащи зачёт. Ребят, всем привет. Ну что, у нас в продолжении видео. Приехал я сегодня к Артёму и к его новому четвероногому другу Райду. Как я вам обещал, что я должен был приехать к Артёму, ну, примерно, скажем так, через неделю. Этого не произошло, потому что у Артёма случились такие жизненные перемены. Артём переезжал. В новой квартире у Артёма на данный момент до сих пор идёт ремонт, но мы всё-таки нашли время для того, чтобы приехать, проведать Райда, посмотреть, что уже Райд умеет делать, ну и, конечно же, показать вам. Я попросил Артёма, чтобы за это время он именно позанимался с Райдом, командой ко мне, как голосом, так и командой ко мне, именно с использованием свистка. Давай, Артём, покажешь нам? Ну, давай, я тебя поснимаю. Сейчас он попьёт. Райд, ко мне, ко мне, ко мне. Не надо, вот, Артём, я прямо на видео скажу, вот это ко мне, ко мне, ко мне, так не говори. Давай чётко к Каманде. Райд, ко мне. Сидеть. Молодец. И всегда, вот, приучайся к тому, что команду собаки нужно давать, именно она и есть команда, да, то, что она звучит чётко, внятно, как говорится, да, и доходчиво. Давай-ка попробую ещё разок. Райд, ко мне. Сидеть. В дальнейшем, даже я тебе так скажу, когда даёшь команду ко мне, смотри, Артём. Ко мне. Ко мне. Райд, ко мне. Нет, вот смотри. В дальнейшем, когда ты ему даёшь команду ко мне, ты видишь, он уже к тебе подходит и садится. У него уже это закрепилось. На самом деле, он понял, что когда он к тебе подходит, когда он садится возле тебя по команде ко мне, ты ему даёшь вкусняшку. Не надо даже давать команду сидеть, потому что всё-таки ко мне он подошёл и сел. Это уже отличный результат. Давай-ка попробую ещё. Райд. Райд. Ко мне. Ко мне. Видишь, как хорошо получается? И команду как бы сидеть и дублировать не надо. Молодец, мой мальчик. Молодец. Да, похвали его, похвали. Возьми свисток, Артём. У тебя свисток в руках? Да. Ну, отлично. Ну, пускай сейчас он отойдёт от тебя чуть подальше. Подальше. Вот, давай команду. Райд, ко мне. Молодец, мой мальчик. Ну, это очень хорошо. Это очень хорошо. Райд. Вот, вот сейчас он поймёт, что ты посвистел. Долгий свист – это вкусняшка. Он просто сейчас отвлекается, потому что пришли в дом новые люди. Щенок маленький, естественно, ему всё любопытно, интересно, ему хочется поиграться. Но, Тёма, результат очень хороший. Вот сейчас он отойдёт. Подожди, пускай он не возьмёт нас как бы в фокус, чем-нибудь займётся. Вот сейчас давай опять глины свисточек. Райд. Даже очень хорошо, что ты уже делаешь небольшую вот эту выдержку, паузу. Не, он сидит на самом деле долго. Если я его даже посажу, отойду от него, он будет сидеть, пока не позову. Ребят, ну на самом деле, вот для щенка двухмесячного, вот эти исполнения команд, они на очень хорошем уровне. Требовать в таком возрасте от щенка каких-то исполнений идеальных этих команд не стоит. Он постепенно, постепенно, вот Артём, каждые ежедневные вот эти занятия, они, как говорится, принесут плоды. Давай, кстати, вот теперь к этим командам, которые, да, вот мы делаем, как бы вот эти, да, вот команда ко мне, ты уже молодец, у команды сидеть уже понимает хорошо. Дополним именно команду лежать около миски, укладывание около миски с едой. Пока у миски у нас получается усиживание. Да, Артём молодец, он уже как бы это внедрил в практику свою, он райда около миски сажает. Это тоже хорошо, но именно форма, скажем, такая, покорение у собаки, это именно когда она лежит. Ну вот смотрите, ребят, Артём, вот его кормил именно с удержанием в позе сидеть. Давайте, Артём, покажем, как ты это делал. Сидеть. Можно. Изначально это было сделать просто нереально. Ну, я понимаю. Собака срывалась, лаяла, скулила даже, пыталась укусить иногда, насколько он сумасшедший до еды. Но где-то, наверное, вот эту технику мы отрабатывали на неделю, наверное, честную, прям неделю, с кормлением 3 раза в день. Изначально щенок питался 4 раза в день, потом я сократил до 3 раз в день, сейчас он питается 2 раза в день. Но это всё связано из-за того, что вы работаете. Артём использует пока перед кормлением, да, райда он именно перед миской усаживает. Это тоже очень хорошо, в любом случае у собаки вырабатывается выдержка. Но теперь Артём добавит в своё упражнение именно укладывание райда перед миской. Да, это будет, ребята, сначала реально непросто, потому что щенок к миске будет рваться. Но щенок маленький, всё-таки вы физически сильнее, чем он, и сделать это труда тоже никого не составит. Райд, сидеть. Молодец. Ставите миску перед щенком. Если щенок дёргается вперёд, то вы можете его отсечь, как бы, да, и дать команду нельзя. Артём, если одному тебе, как бы, это будет тяжело, ты можешь привлечь помощь, да, в свою жену. Что, допустим, она миску ставит, а ты с той стороны, именно потому что с той стороны уложить собаку будет удобно. Нельзя сидеть. Даём команду ему лежать, лежать, вот так прям держим, лежать. Буквально вот, лежать, лежать, райд. Всё, возьми. Буквально эта пауза маленькая, там, 3 секунды, этого вполне хватает для того, чтобы собака, ну, потихоньку ко всему к этому приходила. Да, с командой сидеть, с удержанием как раз мы так же поступали, прям по секунде, по 3, по 5. Да, да, и вот так, Артём, каждый день ты теперь его будешь кормить именно с укладыванием перед миской. Ну, ты видишь, ничего сложного. Мне, да, конечно, это первое время может не получаться, он как-то там будет вертляться. Придержал, команда лежать, всё, и мисочку ему долгожданную, и он его отдал. И ещё, Артём, знаешь, чем поработай? Вот ты уже работаешь, да, с тем же сухим кормом, как я тебе и говорил, в принципе, вот, секретов этого нет. Ты с ним упражняешь, да, там, сидеть, ко мне вкусняшками. Попробую ещё с Райдом позаниматься именно, знаешь, на контакт с рукой. Сейчас он попьёт, я тебе покажу. Райд, у меня вкусняшка. Смотри, у меня, Райд, Райд, вот она здесь, у меня вкусняшечка. Сидеть. Молодец, держи. Райд, вкусняшечка здесь, возьми, на, 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 рядом, рядом. Вот так раз, что, сидеть. Два-три шага сделал, команда рядом, да? Райд, ко мне. Вообще, в таком возрасте оно хорошо подкрепляется. Любую команду дал, угостил. Смотри, Райд, Райд, смотри. Видишь, он за рукой сидит, рядом. Вот мы с ним прошли, там, три шага, рядом. Молодец, молодец. И это тоже можно добавить уже, как бы, ну, в твои занятия с ним. Райд, рядом. Видишь, он вдоль ноги идёт. Молодец. Тут он, сидеть. И тут же сразу и посадил его. Молодец. Нет, земли брать не надо. Сядь. Нет, Райд, здесь, сядь. Молодец. В общем, ты понял, да? Твоя рука, это будет руль. Вот ты дома ходишь с ним, и рядом, и сидеть. Хочу отметить ещё один большой плюс. То, что, ну, во-первых, Артём, когда взял щенка, он взял себе двухнедельный отпуск, но на данный момент он уже у него закончился. Соответственно, когда Артём уезжает на работу, Райда он закрывает в клетке. Изначально клетка была вот такая. Эта клетка, конечно, крупная в ней. И обычно собака помещается, взрослая. Но, чтобы у Райда было больше пространства, чтобы Райд мог сходить в туалет, Артём ещё сделал дополнительно вот такой, друзья, варьер. Ну, на самом деле, очень классно. У него здесь и закреплена и миска с водой, и когда Артём уходит, он сюда кладёт ему пелёнку на пол. У Райда есть и место чистое, где он лежит, отдыхает, спит с игрушками, да? И тут же есть у него зона, где он может, скажем так, выйти и сходить в туалет. Это, конечно, Артём, очень хорошее решение. Ещё знаешь, что давай-ка мы с тобой добавим такую вещь. Уже в скором времени ты с ним будешь выходить на улицу на прогулку. Да, у нас завтра вторая щенячья прививка, и через 21 день мы уже выходим на улицу. У тебя поводок в наличии уже есть. Да. Ты берёшь с ним дома, надеваешь, как бы, да, вот к ошейнику, пристёгиваешь поводок, и просто по полоте начинаешь с ним ходить. Поводком не дёргай, да, как бы, ну, чтобы, потому что для собаки в любом будет случае, это будет поводок стресс. Он может даже первое время, как бы, упираться лапами, ложиться. Ну, реально, щенок может отреагировать на поводок по-разному. Ты, не создавая никакого дискомфорта, просто с ним потихоньку, вот, как бы, с поводком передвигайся. Я, кстати, предлагаю даже, может, сейчас и попробовать. Ну, давай попробуем. Камни, камни. Видишь, вот, поводок, это ограничитель, да? Собака может переживать, нервничать, не надо, фугать не будем. Райдик, смотри, Райд, Райд, Райд. Сейчас он обнюхает, он здесь уронил вкусняшку, но нужно понять, что её здесь уже нет. Райд, камни. И вот, в принципе, Артём, вот так потихонечку, потихонечку на поводочке можно по дому и гулять. С вкусняшечкой походить. Он потом поймёт, что поводок это ничего страшного. Поводок это ничего страшного, но приучать, Артём, к поводку надо. Надо потихонечку, полегонечку приучать к поводку надо. Вот так, хорошо, пойдём, пойдём снова погуляем, пойдём, пойдём погуляем снова. Молодец, на вкусняшечку, молодец. Ну вот так, Артём, в принципе, вот всё потихонечку, всё потихонечку, и всё будет хорошо. Давай я тебя стягну. Молодец, Райд, молодец. И на поводочке погулял. Сегодня. Опа-на. Сейчас, 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 милый мой. Вот так. Ребят, на этом я своё видео сегодня закончу. Через три недели Райд уже выйдет на улицу, но в период ещё карантина, который у тебя будет три недели, я ещё приеду, и тоже мы поснимаем, и посмотрим, как Райд всё это закрепил. Опять же, в этот срок, Артём, отрабатывайте также команду ко мне, дублируйте её свистком. Команду ко мне только свистком. В общем, нарабатывайте как бы опыт, да? Команду сидеть. Ты молодец, уже дополняешь выдержку, это очень хорошо. Он много пока не надо, там, две-три секунды, да? Интервал можно как бы потихоньку будет увеличивать. Также ты можешь давать команду ко мне, от него там метр-два отходить, и подходить, да? То, что как бы вырабатывать выдержку укладывания перед миской, ну и вот прогулки по комнате с поводком, чтобы он всё-таки к поводку уже перед выходом на улицу тебя привык. Так что, ребят, говорю ещё раз, по окончанию карантинного срока, приедем ещё всё снимем, покажу результат, я думаю, что у Артёма всё получится. Райт молодец. Ну и от себя, Тём, как говорится, знаешь, добро пожаловать в клуб. У-у-у, класс, вот это круто. Вот такой вот шеврончик. Ну всё, на курточку охотничестве придел. Смотри, дорогой, что у нас теперь есть? Охота с Курцхаром? Хантер Курцхар. Красавчик.